Девушки отдыхают И Сара-бат-аврам На прошлом уроке, и мы должны об этом помнить, мы с вами учили о том, что когда раб Иуда в нашей Мишне говорил, что время утренней молитвы Амида, шумная сра, да, утренняя молитва, шахарит, время утренней молитвы до четвертого часа, когда он так сказал, ад-арба, Он имел в виду до окончания четвертого часа, многие переводы до четырех, но смысл был именно такой, до четырех это означает до четвертого часа, все поделено, светлая часть суток на двенадцать часов, шестой час заканчивается в полдень, а двенадцатый час заканчивается с закатом солнца или с появлением звезд. Так вот, до конца четвертого часа, до его окончания, можно еще начинать молитву, шахарит, утреннюю молитву, так сказал раб Иуда. И вообще, как мы выяснили, что каждый раз, когда он говорит до, ад-арба, ад-это до на еврите, он понимает под этим такое выражение, до чего-то, это значит до чего-то, включая это чего-то. До четвертого часа, включая четвертый час. Так сказал раб Иуда. Правильно, да? Так у нас это было. Продолжаем наш урок на эту тему, на близкую тему, тема развивается, а это мы уже используем. Амар-раф-нахман. У нас часов нет. Амар-раф-нахман. Так начинается наш урок. Сказал Раф-нахман. Аф-анан-нами-танина. Аф-так же, анан, часто говорят анан, мы-нами-так же, танина, учили, учили в Мишне. Мы учили то же самое в Мишне. Сейчас покажут, что когда говорят, что молитва продолжается до четвертого часа, имеется в виду, что включая этот час, сейчас будет очень интересно, Мишна, на тему не самой молитвы. Потому что все знают, что молитва, шахрит, установлена в связи с приношением, жертвоприношением, которое называлось тамиды, утреннее жертвоприношение в храме. И пока оно длилось, так сделали, постановили мудрецы, молитва шахрит тоже длится до этого времени. И сейчас будет сказано, что до четвертого часа включительно приносилась эта молитва. Аф-анан-нами-танина. Так же мы учили в Мишне. Сейчас будет приведена Мишна из трактата Эдуйот. Это очень интересный трактат. И Мишна, которая приводится, полностью составлена... Да и вообще этот трактат составлен... Все это было составлено в один день. В свое время, и об этом будет написано на следующем листе нашего трактата, трактат «Брахот». В свое время сместили... Почему? Зачем это? Мы будем говорить об этом с Божьей помощью. Рабана Гамлиэля с поста, который называется пост Наси, князь. Руководитель еврейского народа в то время был номинальный руководитель Академии мудрецов, которые собрались после тяжелого периода, который нам устроили римляне, запретив нам изучать и преподавать Тору. И вот, наконец-таки, пошли облегчения, все вернулись. Кто вернулся? Многие погибли, многих убили. Остались небольшие остатки еврейских мудрецов. И эта Академия заседала, и вот в силу некоторых причин, о которых мы, опять-таки, с Божьей помощью будем говорить в соответствующем месте, через несколько уроков, уроков, я смотрю, через 3-4 примерно, если планировать, сместили Рабана Гамлиэля с поста Наси и назначили на его должность, на этот пост, другого мудреца, мы говорили уже об этом, рабе Лезра Беназария, которому было 17 лет, кстати. Вот в один день были записаны все свидетельства мудрецов по поводу совершенно разных законов Торы. Разные законы были, не связанные друг с другом, и всё это называется эдиот, свидетельство. Некоторые говорят, это я для себя не записывал, просто это известно, что трактор назывался раньше, или сейчас даже называется эдиот, там нет вава, эдиот. А эдиот – это, несмотря на то, как избранные, выбранные постановления и законы, которые выбирались мудрецами именно вот в этот день. Это так начало принято говорить эдиот. И сейчас будет, мы читаем дальше. Так мы учили в Мишне. Каждый из них, из мудрецов того времени, того окружения, вокруг раба Гамлиэля, раби Лезра Беназария, привёл ряд свидетельств, которые он или видел своими глазами, некоторый факт, из которого можно выучить закон, когда мы не знаем, как закон шёл, так вот он говорит, я видел такое-то. Или же он свидетельствовал о самом законе. Я так получил от своих учителей. И это будет сейчас свидетельство, пять вещей от раби Иуда Бен Бава. Читаем. Раби Иуда Бен Бава. Так вот написано в этой Мишне, из трактата Эдуйот. Раби Иуда Бен Бава. Геид хамиша дворим. Он геид свидетельствовал, то есть предоставил перед еврейским судом, перед равенским судом, перед всеми. Это было записано как закон. Потом это приняли. Хамиша дворим. Пять вещей. Извините. Первое. Ше мемаанин эт га ктана. Ну, в двух словах я так написал. В особых случаях судьи учат маленькую девочку отказать своему мужу, чтобы брак их был аннулирован. Эту маленькую девочку выдали замуж мать ее или брат после смерти ее отца. Тут нужно сделать маленькое отступление. Запомнили само свидетельство, да? Учили судьи, в некоторых случаях, учат отказать. Мемаанин. Мемаан. Мемаанин. Это от слова, от корня. Мем алиф нун. Эйн. Ну, в пиеле. То есть, учат сказать, подталкивают к тому, чтобы человек сказал. Эйн. Ло. Учат. Эд га ктана. Кого учат? Маленькую девочку. Маленькое отступление. Ну, или большое. Есть кедушин, когда женщина, девушка, или вдова, или любая женщина, которая не замужняя, становится женой еврея. Она становится женой еврея при помощи кедушины, освящения ее в жены. Обычно, там, есть несколько способов такого освящения. Один из способов – дают ей какой-то материальный некоторый предмет. И она получает этот предмет сама. Не кто-то другой. Если она кого-то пошлет, возьмет для меня этот предмет, и мекудешит, и она считается женой, то есть, она сама послала этого человека, а он берет это для нее. Все равно это принадлежит ей, эта вещь. Сейчас от этого у нас осталось кольцо, которое дает жених невесте. На самом деле, муж жене дает кольцо. Вот алидайзе при помощи этого она мекудешит. Это называется освящение. И она, это невеста, скажем, невеста становится женой. А вот для маленькой девочки кедушин, по той, возможно, только когда... Вот это вот деньги, сами кедушин, да, это называется деньги, или вещи, которые стоят деньги, не маленькие деньги бывало, например, от кольца, получает отец. Маленькая девочка, она еще совсем маленькая. На самом деле, возраст очень маленький. И она становится женой по Торе. Так учится и стиха, стих в книге Дворим, 22 глава, 16 стих, там так написано. Вот со слов самого отца. Так он говорит, свою дочь я отдал за этого человека. И в трактатике кедушин учит, есть такой трактат, учит, что он сделал, он отдал. В каком смысле он отдал, он получил эти кедушины, чтобы она стала женой, так говорит отец. Но девочка, которая сирота по отцу, уже подучит эти кедушины, уже на нее не падают, некому их дать, отца нет. И она не может стать женой через такие кедушины. Их принимает по Торе только отец. Ни старший брат, ни мать, никто. Тем не менее, мудрецы постановили, что можно это сделать, даже если отец умер, и это сделает ее мать, или это сделает ее братья, старшие, предположим, и это не будет нарушением, в принципе, законов Торы, кедушин, мидрабанан. Не по самой Торе, а по постановлению мудрецов. Зачем это они сделали? Затем, чтобы спасти девочек. Материальное состояние плохое, слабое, и девочку могли ради параносы сдать не в хорошее место и для неправильного использования. А так отдавали в приличную, нормальную еврейскую семью с обещанием, что в будущем человек, который брал такую девочку, в принципе, себе в жены, он возьмет ее в жену уже, когда она будет взрослая, или даст ее своему сыну. Это такие вот даже не восточные, чисто еврейские порядки. Но, когда они сдали этот закон мудрецы, они постановили еще очень интересную вещь. Не просто в дополнение, они просто два постановления сделали. Они сделали такое постановление, что девочка, которую выдали замуж или мамы, или ее братья, может отказаться от брака с мужчиной незадолго до совершеннолетия. Когда она становится вот-вот почти взрослая, начинает соблюдать Тору, заповеди Торы. Вот такой отказ называется миун. От слова вот отказать. Миун. И она говорит перед судьями, что не хочет. Не хочет она этого брака. Она пожила в этой семье, не нравится ей. И тогда она уходит от этого мужчины и считается даже неразведенной, как будто брака не было, даже гетто не надо. Считается, что она никогда не была замужем. А здесь сказано, раби Иуда бен Бава сказали, что учат маленькую девочку сказать. Тут было сказано, что... Сейчас только мы сказали такое поставление, она может отказать. А тут, как говорится, учат ее так сказать. А почему учат? Что это за случай? Случай очень интересный. Это случай, когда кедушин, которые постановили для девочки Мидрабанан, мудрецы, вот нет у нее отца, есть мать, есть братья, и они сделали этот кедушин, дали отцу, например, такое золотое кольцо или еще какие-то определенные деньги. Вот если такие кедушин мешают в исполнении заповеди Торы, в таком случае можно их очень хитрым образом обойти. Как обойти? Я об этом сказал Рафа Иуда бен Бава. Научите ее сказать, как было в постановлении Торы, что сказать? Я не хочу. Она сама могла бы сказать, если она скажет, то хорошо. А тут ее просто учат. Что это за случай? Смотрите, почему кедушин, которые мешают в исполнении заповеди Торы. Два брата, есть два брата, родные два брата. И они взяли в жены двух сестер. Причем эти сестры, сироты, сироты по отцу. Она взрослая, ее кедушин следует из Торы, у Макадешу та, все в порядке, и вдову можно. Не только ведь мы жен берем, евреи берут, жен, у которых есть отцы, у которых и нет отцов, тоже берут. Она берет эти кедушин сама себе. Все это История. А вторая девочка, второго брата, младшего, младшая была девочка, она была на самом деле девочкой, ребенок, ее кедушин установили мудрецы. И вот старший брат умер, и о нас будет сказано. Он умер, не оставив детей. В таком случае, если есть два брата, и один из них умирает, не оставив детей, называется по-русски, римское слово, латынь, по-моему, может, греческое, но по-русски говорят ливератный брак, называется ебум. Что делается? В таком случае, оставшийся брат берет в жены вдову своего брата и нормальным образом берет ее, она теперь его жена, сейчас мы это не можем сделать, если у нее есть другой, другая жена, сейчас запрещается это. А раньше, если у нее жена, теперь он должен взять эту. Так говорит об этом Тора. Если он не хочет, и она не хочет, никто не хочет, то делали определенную операцию, Холлицан завал, если вы знаете, с таким вот ботинком особым, как написано в Торе, и она освобождалась теперь и свободно для всего мира, так говорили, теперь она может выйти замуж. Но пока она, это называется скука, пока она обязана сделать ебум. Так вот, младший обязан взять вдову в жены, но поскольку старший является сестрой, старшей сестрой его жены, маленькая девочка, то вообще-то Тора запрещает такой брак. В Торе сказано, что не может человек взять в жены, сестру своей жены, при жизни жены раньше, а сейчас, если они уже не живут вместе, например, развелись, все равно запрещены все сестры данной женщины, этому мужчине. И если бы второй брак был бы, как мы говорим, человеческий, по Торе, по Торе, лефитейра, лефитура, то у нее был бы брак, и тогда не нужно делать никакого ебума, младшему брату, не нужно брать вдову, оставшуюся от старшего брата, потому что она сестра. Но в том-то и дело, что это же кедушин, медрабанан. И Торе говорит, что ни на ком он не женат, а маленькая девочка, даже подрастая, живет с ним, она же выросла, может быть, что, нет, она маленькая, еще и в том-то дело, что она маленькая. И что? Поэтому он должен сделать ебум. Получается, что кедушин, медрабанан мешают сделать, это медрабанан от мудрецов, мешают выполнить заповедь, которую постановляет Тора. В таком случае они нашли обходной маневр, чтобы в этом никто никому ничего не мешал. Что делается здесь? Значит, мы говорим, что старшая из вдова, старшая сестер запрещена младшему брату, потому что она сестра. Больше того, еще интересно, ему, как только умер ее, его брат, и его собственная жена, младшая сестра запрещена. Как раз сейчас об этом сказал. Смотрите, потому что вдова, сейчас должна сделать ебум с ним, правильно? А вот этот, не вама называется, это женщина, которая сейчас будет с ним делать ебум и станет его женой, или не станет его женой, как они там решат, она сразу же запрещает всех своих сестер. Она как жена ему. Все сестры ее запрещаются ему. Вы скажете, ну что ж, поздно уже запрещать, у нее уже есть младшая сестра, она же его жена. Нет-нет-нет-нет, по торе она не жена. Она сразу становится запрещенной. И деваться некуда, и поэтому оставили только одну вещь, возможность. Пришел раб Игуда, Бен, Бава, и дал свидетельство, что так поступали в судах. Учили младшую сестру отказать мужу в замужестве, если ее какие-то души были сделаны матерью или братом. Специально учили, чтобы даже никто не рассказывал, что она, что она жена. Она могла бы сама сделать по постановлению мудрецов, но она не знает. Тогда я говорю, скажи нет. Она говорит, она не понимает, что нужно сказать. Скажи нет, Эйн. Она нашла и говорила, Эйн. Все, она теперь не жена. После чего можно делать ибум. Или отказаться от него. Это сказал раби Игуда, Бен, Бава. Он в Мишне не выступает ни один, там еще были мудрецы. И остальные мудрецы сказали, нет, никакого, ничем никому не учим, и всегда нужно стараться как можно дальше удалиться от Меуна. Во всех случаях. И даже в проведенном случае. Понятно, что они сказали. Они сказали об обычном случае. Когда есть брат, два брата, один умирает, от него остается вдова, то они говорят, лучше, конечно, чтобы второй брат взял вдову, жены, отказавшись от всяких меунов. Когда сказали, очень хорошее правило, а что делать с нашей маленькой девочкой, и в таком случае тоже удаляется от меунов. Лоха принята по посредству раби Игуда, Бен, Бава. Так он сказал. Это первая вещь, которую он сказал. Ше мэмааним, Эд Га Актана. Учат сказать нет младшую маленькую девочку. Второе правило, которое он сказал. Вэше мэсиин, Эд Гаиша, Альпи Эд Эхад. Вэше. И что мэсиин выдают замуж женщину, Эд Гаиша, Альпи Эд Эд Эхад, Эд Эхад о том, опираясь на свидетельство одного человека. Альпи Эд Эхад. Эд – это свидетель. Что за свидетель? Чего? Он пришел и сказал, что ее муж умер. В любом случае, она вдова. Во всех законах Торы всегда нужно два свидетеля. И поэтому мы скажем, здесь тоже нужно два свидетеля. Он один видел, что ее муж умер. И у нас остается сомнение. И она может быть никакая не вдова. Мы верим только двум людям. Вы верили такое постановление, считается, что на Исторе, что в случаях, в таких случаях, когда нужно дать возможность выйти замуж женщине, о которой есть свидетельство одного человека, мы говорим, да, мы принимаем свидетельство одного человека. Это закон, еврейский закон. Во всех случаях два, не меньше двух, может быть и три. А в случае, во всех остальных, это написано в Евамото, 122 лист первой страницы, мы говорим, что мы говорим, что достаточно свидетельства только одного. Это второе было свидетельство. Дальше смотрим. Обратите внимание, первые два свидетельства были такие. Ше свидетельство о том, что и учит маленькую девочку сказать нет. Что? Выдают замуж женщину на основе свидетельства одного человека. А тут никакого что нету. Вальтернеголь, это уж точно Массе называется, он видел своими глазами. О петухе, он свидетельствует о петухе, ше Нискаль, который был, Нискаль, скилает побить камнями, уронить его с крутой горы, забросать камнями, все, что останется от него. Я даже не знаю, как петуха могли сбросить со скалы, он ведь спокойненько крыльями помашет, спустится. Так или иначе, он свидетельствовал, наверное, он ответил, как это было. Альтернеголь о петухе, ше Нискаль, которого казнили камнями в Иерусалиме, берушилаем, аль шагарак эдханефеш, за то, что он убил душу, в данном случае, человека, маленького ребенка, так было написано. В Торе сказано о том, что так надо казнить только быка, шор, который убил человека. А отсюда выучили, так и постановили, что убивают любое животное, любого зверя, который убил человека. Скила. Так, так и постановление. Отсюда это мы видим, что даже бите петуха. Четвертое свидетельство. Валь-яйн бен арбаим-йом шенит насах аль-габей ха-мизбэх и о яйне он свидетельствовал в аль-яйн, значит, он видел своими глазами, как это делали, бен арбаим-йом, сын сорока дней, то есть, сорокадневный сок. Его выжили из винограда, яйн, да, значит, из винограда, и этому соку было сорок дней, не больше. шенит насах, что он был, сделали возлияние этим вином, аль-габей ха-мизбэх на жертвеннике храма. На жертвенник была такая специальная операция во время приношения жертвоприношений, тоже в определенные дни, не всегда, выливали яйн специальным образом, но только то вино, которое пьянит, которое является на самом деле шихар, несых шихар, возлияние пьяное, пьянящее. Если этот какой-то напиток, в данном случае, да, из винограда, употребляли для питья как пьянящий напиток, то его вызывали, если он был из винограда, вызывали на жертвенник. Виноградный сок сразу после того, как его выжимают, для этого не годится. Он не пьянит, нет, просто сок и сок. Так Раби Уда бен Баба свидетельствует, что сорокодневный срок для такой цели, для такого сока, сорокодневный сок, сорок дней для такого сока достаточно, чтобы уже годиться быть вылетом на жертвенник храма. Первая девочка, которая учит, говорит, нет. Второе, это на основе одного свидетеля, который сказал, что у этой женщины умер муж, уже разрешаем ей выйти замуж, это называется, выдаем ее замуж, не мы выдаем, она сама все это сделает, но мы разрешаем, Равины разрешают. Третья вещь, о петухе, который убил ребенка, ударил его в родничок, так написано, клювом он ударил его в родничок, там, где кости сходятся, он совсем маленький был, убил, после чего ему сделали скину. И о сорокодневном соке, тоже очень важный момент, как это происходило в храме, об этом сказал Рабиуда Бенбава. Бенбава. И пятое, Вальтамиды, Шельшахар, уже жертвопоношение Тамиды, Шельшахар, Шекаревбарба, Шаот, который, который приносили в четыре часа, и не позже. Раньше могли, и не позже. О, это нам и нужно было. Смотрите, здесь не сказано до четырех, как сказал Рабиуда. Или, как мы даже сказали, до полудня. Здесь сказано Бэарба Шаот. Это означает, как только четвертый час закончился. Вот о чем свидетельствовал Бава, Рабиуда Бенбава. И мы говорим, это совпадает с мемем нашего Рабиуда, который в нашей Мишне был. Для этого все это было приведено. Шмамина, отсюда следует, шмамина, если в конце такого обсуждения идет слово шмамина, шмамина, это слушай отсюда. Это есть то, что по-русски говорят, что и требовалось доказать, шмамина, потом будет закон, а потом снова шмамина. Вот в двух таких кавычках, каждый из которых представляет собой два слова шмамина, заключается вывод. Послушайте, слушай отсюда шмамина, из пятого свидетельства Рабиуда Бенбава получаем, что тамид переносили и весь четвертый час, то есть выражение до ад трактуется как адвэадбихлаль, до и кучая, шмамина, слушай отсюда. Так, заканчивается эта Мишна, между прочим, про тамиды тоже было сказано, есть мудрецы, у них был спор, вы скажете, ну разве важно какой это спор, сейчас скажу, что за спор, а потом, почему это важно. Мудрецы, которые так сказали, о чем он свидетельствовал? Он свидетельствовал о том, что он однажды видел, как приносили тамид, он видел храмовую службу, как приносили тамид в храме, или он свидетельствовал о том, что закон такой был. Если он видел, как этот тамид принесли, то это называется карав, был принесен, или приносился, из-за раза в раз это закон, называется карев. Мы считаем, так написано у Иерамбама и у многих, по-моему, даже Раши, что если нужно говорить карев, в аль, в аль тамиды, шель шахар, карев бар баша, он свидетельствует о законе. Он просто закон такой получил теперь и говорит об этом законе. Решма амина, это всегда финал вывода гемары, который говорит, вот таков и закон. Но нужно еще мы же говорим, про тамид мы говорим. А что теперь, как свести их с шахаритом? И есть постановление закона на тему окончания времени произнесения, не приношения тамид, до произнесения утренней молитвы шахарит. Читаем. Амар, рав, кааана, амар, рав, кааана, сейчас говорят, гаане, ну, кааана, нужно сказать. Аллаха, каа, раби иуда. Закон идет, по мнению раби иуда, который сказал, что шахарит можно произносить до окончания четвертого часа. Почему? Гоиль утнан бифхирта каватай. Гоиль в это всегда потому что, почему, лага, раби иуда, потому что, тнан, в данном случае, тнан, это, вообще, это как бара, это идет, на самом деле, это, тоже все отмечают, мишна, промышну нужно сказать, танина. В мишне трактаты иуда, мы так сказали, бифхирта. Я сказал, заметь, я сказал, бифхирта, потому что, да, конечно, уходит в вторую букву, бейт-бейт, но все произносят ба, бифхирта. Бифхирта – это бахира. Так называется трактаты иуда, именно так он называется, бифхирта, в избранные, избранные места, законов, которые были приняты в этот день, каватой. Они, все это идет, закон о томиде идет, совпадает с мнением нашего раби иуда. Он связал время молитвы с приношением томида, как с томидом, закон по его мнению, ну, так и с шахритом. Такое последнее постановление. Смотрите, мы с вами большую часть сегодняшнего урока очень быстро прошли. Вот если все дети серьезно заниматься, в хавруте, что нужно делать. Или с учителем, который подробно все это учит, вот на это можно потратить несколько дней, то, что мы сейчас сделали. Ну, мы движим немножко, у нас такой способ обучения, изучения гемары, поэтому движемся дальше. Главное, что мы понимаем ее структуру, понимаем, что к чему здесь было сказано. и так, только что прочитанный нами, хотел сказать, изученный, прочитанный нами барайте, где было поведено пять свидетельств от раби-юды бан-бава, говорится в частности, там так написано, сказано, об утреннем жертвоприношении тамид, так сказал, тот освидетельствовал, который поносили в четыре часа. Вот сейчас возникает вопрос, как было сказано в четыре часа. Ман-тна лэга. Ман-кто? Та-на? Та-на? Кто учитель? Лэга. Этому? Кто это сказал? Барайте-барайте. Очень хорошо. Нам свидетельствует об этом кто? Раби, Иуда, бан-бава. А кто из наших мудрецов с этим согласны? Ведь у нас есть два мнения. Сейчас, милочку. Какой мудрец Та научил эту барайту? Какую барайту? Ман-тана-лэга. Сейчас скажу, какой барайте говорится. Который сейчас будем говорить. Как только сказали такие слова, а теперь барайту сейчас скажешь. Послушайте, как его. Жутко интересная барайта. Дитнан, как учили в барайте, про ман. Дитнан всегда учили в барайте. О котором сказано в Торе. Помните, да? 40 лет мы с вами блуждали в пустыне после Святой Мицерай, после исхода из Египта и перед входом в Эрцисре. Эрцисре, она тогда еще была. И все эти годы, почти все, начиная с определенного момента, как только мы пожаловались, что нам нечего есть, мы питались своими маном. Ман выпадал сам, и каждое утро мы шли и собирали его. Собирали таким образом, что нужно было собрать, сколько ты не собрал, всегда хватит тебе по количеству голов в твоей семье. и собирали утром, сейчас мы прочитаем весь стих, а если оставалось что-то, выпадало больше, чем нужно было народу, то все это потоками уходило, таяло на глазах и уходило просто потоками шло, животные питались, пили, еще что-то. Написано в Тори, в Шмот, 16 глава, 21 стих, и собирали его утром-утром, каждое утро называется, утром-утром, бокер-бокер, каждый, кто мог съесть, в хам-га-шемеш, в намаз, так заканчивается этот стих, и нагревало солнце, в хам-га-шемеш, становилось оно горячим, солнце начинало жарко печь, заканчивалось утром, называется, в намаз, в намаз, и таял, растворялся этот ман. И вот сказано утром-утром, после этого часа бокер-бокер, начинал ман таять на солнце, и сейчас барайта спросит, что это за час такой, когда это начинало происходить? Жутко интересно, потому что сейчас мы хотим определить, что такое бокер, утро. мы говорили, что утренняя молитва утром-бокер, и томит проносили утром-бокер, а тут у нас целый стих есть. Собирали его ба-бокер, бокер-бокер, каждое утро. Знаете, мы двойное слово вот это, бокер-бокер, перевели каждое утро. Так, лето, сейчас мы посмотрим. В хам ашемеш, в намаз, и он таял. И вот сама барайта говорит, ба-ар-баша от. Это происходило в четыре часа, время, когда начинал таять ман. И сама барайта спрашивает тут же, откуда взялся такой ответ со стороны? Сейчас она объяснит, откуда. А та-умер ба-ар-баша от, ты говоришь, в четыре часа. О, Эйной Элабешеша шаут, или, может быть, в шесть часов, в полдень, когда уж самая жара начиналась. В шесть часов. И стоит в зените, и жара достигает своего пика. Тотальная жара, я говорю. Так, сейчас было сказано в четыре. Так, может быть, все-таки в шесть? Сама барайта спрашивает. И объясняет, откуда взялось такое сомнение. Она сейчас приведет в другую историю. Про Авраама, которая после обрезания у него была тяжелое состояние на третий день. И он сидел у Петха Эуэль, у входа в шатер, и было очень жарко. И в это время пришли три путника, если помните, да, троица еврейская, три ангела. Один пообещал, что будет ребенок у него через год, в это же время года. Ребенок будет через девять месяцев после зачатия. Но в это время года он точно родится, что будет. Второй пошел уничтожать с дом, а от этого пошел спасать лота. Есть несколько вариантов, но примерно так это все происходило. он говорит, это все Тора говорит, он это Всевышний. Про Авраама в книге Берешит, 18 глава, первый стих. Кэхом Айом и сидел Авраам на своем месте, кэхом Айом во время сидел он в входе в шатер знойным днем. Кэхом это можно сказать хом Айом. В Торе написано Кэхом Айом знойным днем. Что это такое Кэхом Айом? Непереносимый зной был. Это Арейше Шаот Амур. Уже это точно 6 часов, полдень. После чего прохлада, жара спадает, начинается прохлада, солнце просто опускается, а до этого жара растет, солнце только поднимается. Если у нас нормальный ветер есть, чтобы не оставалась накопленная жара, чтобы ее уносили, а только то, что происходит от солнца, то пик ее будет в 6 часов. Так понятно, что если Кэхом Айом сказано, это 6 часов Варай Шеш Шаот Амур. Раз это 6 часов, Хама Аним Акаем Как я могу осуществить, как я могу объяснить то выражение, которое у нас сейчас только было Вэхам Ашемиш Вэнамас И нагревало солнце, нагревалось, можно сказать, делало теплее окружающую природу, Вэнамас и Ман речь идет о сроке более раннем, чем 6 часов, когда в тени еще, предположим, прохладно, прохладнее, чем в поле. Так мы получаем такой ответ Бэарбэш Что означает Хам Ашемиш Вэнамас Арбэш Вэнамас В четвертом часу. Барайдан сообщает, еще раз скажем, что 4 часа Хам Ашемиш нагревало солнце, на солнце жарко, а в тени прохладно, на солнце уже жарко, а в тени еще прохладно. Это срок, когда Ман начинает таять на солнце, а в 6 часов в полдень Хам Айом Хом Айом Хом Айом Жара дневная Жарко везде, даже в тени. Вот нам сейчас рассказала Барайда, что Бэарбэш А вот в четвертом часу что происходит у нас это не что иное Хам Ашемиш Вэнамас Прямо получили из этих двух стихов. До 4 часа продолжается утро, мы там сказали утро-утро, а с 4 часа наступает день, с 4 часа. Вопрос Гемара к Барате с 4 часа целый 4 час берется в рассмотрение включается он в утро или не включается. Если Барате с 4 часа начинается жара, это значит 3 часа и выше, то это явно не Раби Иуда, потому что он 4 час включает в утро. И явно не мудрецы, которые сказали до полдня идет утро, там можно делать до полудня. Мани, кто учил этого Барате и сказал, что в 4 часа у нас начинается, в 4 часу начинается день. Почему мнению это Барате идет? Ло Раби Иуда Ва Лор Рабанан, не Раби Иуда и не мудрецы, которые спорили выше на тему, до какого часа приносится жертвоприношение Тамиды. Почему? Сейчас посмотрим, если это Раби Иуда, то тот, а если это Рабанан, то тот. Смотрите, и Раби Иуда, если это Раби Иуда, это его мнение в нашей Барате, от Арбаша от Нами Цафраху, то до 4 часа включительно Нами Цафраху все еще утро, так сказал Раби Иуда, по его мнению, утренней молитвы, жертвы в храме приносилось весь 4 час, это утро, то время как, согласно Барате, 4 час уже не утро, это день. И Рабанан, если ты скажешь, что это по мнению мудрецов, то еще больше, еще хуже, еще больше противоречия. А от Хацот на Ами Цафраху до полудня утра, по мнению мудрецов, поскольку они считают, что утро не томит, поносили до полудня, таким образом, в 4 часа. Каким образом в 4 часа таял этот ман? Это же день. Утром можно собирать было ман, а потом он таял, значит, когда он начал таять, и это уже не утро, это день. Понятный вопрос, да? Гемар отвечает, да не, на самом деле, ты можешь сказать, что и то, и другое, и раби, иуды, и мудрецы. Не надо выбирать одного из них. Почему? И ба и тэйма, если хочешь, скажи, раби иуда, если хочешь, скажи, это, бара, это, идет, как раби иуда. И ба и тэйма, рабанан, а если хочешь сказать, как рабанан, и объясняет, Гемара поясняет все это. И ба и тэйма, рабанан, начинает со второго, если хочешь, скажи, если хочешь, то скажи, как мудрецы, идет Эдл Барайта, никакого противоречия у тебя не будет с тем, что они сказали про Томид, с тем, что сказано здесь, в 4 часа, в 4 часу, начинал таять ман. Амар Кра, так в стихе написано, Амар Кра, это сказал стих. Бабокер, бабокер, утром, утром. Что мы с вами сделали тут, как русские переводчики, как переводчики на русский язык. Бабокер, бабокер, так переводится в книжках, посмотрите, каждое утро. Нет, так не бывает, это какой-то смысл имеет. Утро, утро, первое слово утро, а второе слово, чье утро, утро, шельбокер, шельбокер. Смотрите, бокер-бокер. Оказывается, утро надо было разделить на две части. Первая часть, первое утро, а потом вторая часть, это второе утро. Называется Халку, Лишней, БКОРИМ. Многие приносят как БКОРИМ, там КАМАЦ, потому что кинозим приносят БКОРИМ, ну КАМАЦ там стоит. БКОРИМ, Халку, Гу, разделили его утро, Лишней, БКОРИМ, на два утра. На два утра разделить. Утро из шести часов разделили на два, получилось 3,3. Получилось 3,3. Первая часть идет в 3 часа, первая часть идет в 2-3 часа, второе утро, первое утро и второе утро, начиная с 4-го часа. Во второе утро, начиная с начала 4-го часа, Хамга Ашемеш начинал таять ман. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Не обо всем утре они сказали, это утро. А что? Они сказали только, в стихе сказано про первое утро. Второе утро продолжается, тоже утро, поэтому тамид можно приносить. И шахрит можно приносить. Тамид приносить, шахрит произносить. Но с маном можно было собирать только первое утро, первые 3 часа, до окончания 3-го часа. А потом начиналось второе утро, или хотите сказать день, пожалуйста, день. Но мана просто не было уже, и ты уже остался без мана. Все оставались с маном, слава Богу. Это мудрецы наши, которые сказали, бокер-бокер. Вы ба и тейма, раби иуда. А если хочешь сказать, то это раби иуда, который считает, что утро продолжается до окончания 4-го часа. А это как можно сделать? Сказано, что утром собирали, бокер-бокер, собирали ман, и до начала 4-го часа. А он, раби иуда, сказал, что утро продолжается до окончания 4-го часа. Как здесь нужно поступить? Как решить это противоречие? И ба и тейма, раби иуда, скажи, что это раби иуда. Почему? Гай, бокер, и тера. Бокер и тера. Гай, вот же, ведь есть бокер и тера. Лишнее утро. Он не говорит, что это утро шель, бокер-шель-бокер, утро, принадлежащее этому утру. Нет. Он говорит, что вообще просто слово утро лишнее. Поэтому с утром что-то нужно сделать, оно избыточное, и тера. Что нужно сделать? Надо к этому утру подойти следующим образом. Упредить один час. Отнять один час. Из-за того слова один час как минимум. Утро продолжается до окончания 4-го часа, но ман надо было собирать на час меньше, до трех, до начала 4-го часа. Ибо в четвертом часу, начиная с его начала, он начинал таять. И Гемар еще спрашивает. Декулы Алма Мига, тем не менее, по мнению же всех, сказано, выхама шемеш ванамас бербаша от, нагревало солнце, и он таял. И это в четвертом часу, мнение, общее мнение. Май Машма, Май Машма, что здесь слышится, откуда это учится, и сказано было, очень простое объяснение, мы уже, на самом деле, я устно его употребил, а сейчас это будет написано. Амар Раби Аха Бар Якову, сказал Раби Аха Бар Яков, сын Якова, Амар Кра, так стих сказал, вэ хам ашемеш ванамас, это выражение истории, нагревало солнце и он таял. Что это означает? Так он получил, Раби Аха Бар Яков, от своих учителей. Это как барайта, это серьезные вещи. Это означает такую вещь. эйзу ги шаа шаха шашемыш хам. Так сказано, да, Мар Кра, вэ хам хашемыш ванамас. Грело солнце, и он таял. Что это за час, когда солнце грело? эйзу ги шаа, какой он час, какой она час. Что это за час? шаха шемыш хам, когда солнце нагревало. вга цель цоненны, вот новые слова появились. А цель, цель – это тень. Цунэн. Цунэн – прохладный. А в тени ещё прохладно. Ещё нет знойного дня. Что это за час? Гавэй, омер, баар, бешаот. Говорится в четвёртом часу. Из-за того, что сказано «знойный день», «хома-шемеш», видно, что это такая серьёзная жара. Тотальная. Я на уроке говорю «тотальная». Которая проникает всюду. И даже в тени, везде. С другой стороны, раз о мане сказано «нагрело солнце», «хома-шемеш», это какое-то другое время. С менее тотальной жарой. Но такое, что ман всё-таки таял. И раби Ахабаряков говорит нам, что это начало четвёртого часа. Вот что означает выражение «нагрело солнце». Так он засвидетельствовал, так мы принимаем от него, и так мы видим, что и раби его мог объяснить нашу барайту, сказав, что нужно утро у меня до окончания четвёртого часа, молитву можно делать до окончания четвёртого часа, томит приносили до окончания четвёртого часа, а ман собирали на час раньше, потому что сказано «бокер-бокер», а не «бокер». Мудрецы сказали до полудня, и всё, что было до полудня, это утро. А у нас ман уже в начале четвёртого часа начинает таять. Так это первое утро, сказали мудрецы. А после начала четвёртого часа ещё ровно три часа, с трёх до шести, это было второе утро. Поэтому никакого противоречия нет, они должны были утром-утром пойти и собрать. Иначе они могли собрать уже растаявший ман, который явно уж едой не годился. Вот на этом у нас сегодня всё. Урок простой. В то же время вот такие вот тонкие детали, которые нужно понять и осмыслить. Большое вам спасибо за урок. Всё хорошо. Шалом-шалом. Субтитры подогнал «Симон»